75,7% это показатели охвата дошкольным образованием в городе Ташкенте. По республике на сегодняшний день эта цифра достигла 71,8%. Напомним, что в послании Оли Мачлису и народу Узбекистана президент страны обозначил задачи в этом направлении, в которых приоритетом является государственно-частное партнерство. Профильное ведомство разработало программу реализации мер на целый год. Новые дошкольные образовательные организации строят и вводят в эксплуатацию по плану и с опережением графика. Я живу здесь больше 20 лет. Сюда ходил мой сын. В садике идут внуки. Как будто частный детский сад. Никаких отличий нет. Зато почувствовать разницу смогла Камула Мухамедова. У нее двое детей. Старший ребенок посещал этот детский сад до ремонта. Теперь второму просто повезло. Говорит, что готовиться к школе будет в таких прекрасных условиях, подчеркивая не только ремонт и отделку, но и безопасность, в том числе на игровых площадках. Все поменялось 100%. Свыше 100%. Это уже об охвате дошкольным образованием в Екосарайском районе столицы. Об этом же, говорят, в ходе церемонии открытия после ремонта и реконструкции 358-й дошкольно-образовательной организации. Абсолютно все здесь увеличилось в арифметической прогрессии. Показатель воспитанников и число групп и, безусловно, новых построек. Параллельно расположены два бассейна. А чтобы переходить из одного здания в другое, теперь не нужно выходить на улицу. В качестве моста. Вот это длинный коридор, который, к тому же, оборудованное пространство для маленьких непосед, которым для творчества и развития все условия. В садике интересно учиться. Что нравится в садике? Все нравится. Аналогичная точка зрения и у взрослых, родителей и воспитателей, которым тоже по вкусу пришелся новый объект. Кстати, это уже седьмой по счету в столице. Садик очень даже мне понравился. Очень чисто, очень красиво, уютно. Благодарим президента за созданные условия для детей. Как отметили в профильном ведомстве, до конца года запланировано сдать в эксплуатацию около ста дошкольных образовательных организаций, среди которых более 80. Это частные и семейные. Четыре на основе государства.